Слава нашему Господу, что действительно ему надо лишь немного, и он готов сотворить это великое, единое в твоей и моей жизни. А это немного, это наше с вами доверие. Делать ничего не надо, кувалды махать целыми днями не надо. Друзья, необходимо просто поверить Слову Божьему. И кажется, это такое, ну, немногое, да, не надо прилагать каких-то сильных физических упражнений, там, не надо отдавать большие деньги за это, вот, просто поверить Богу. Но как порой сложно это нам с вами сделать. И сегодня мы уже в начале служения говорили о том, что необходимо нам вот эта благодать, ее принять, удержать и употребить для Славы Божьей. Это наше с вами предназначение для всех живущих на земле. Это та высшая цель, о которой уже тоже пелось сегодня или говорилось, я уже не помню. Та высшая цель предназначения человека, да, иметь общение с Богом и прославлять Его. И что же для этого необходимо? И уже брат Слава сегодня говорил о вере. Понятно, что благодать принимается верой. Благодать принимается верой. Вот. И брат Саша, он говорил, что, также о благодати Божьей, и что для этого необходимо, и Христос также показал пример. Он показал это смирение, это полное согласие человека с волей Божьей. Если этого согласия нет, друзья, славы моей не дам иному, да. Тогда сила Божия, слава Божия в полноте действовать не будет. Не будет этого торжества во Иисусе Христе. И мы видим, насколько Он был велик, и насколько Он умолился, и Бог даровал Ему эту славу, да. Даровал Ему свою славу. И Бог желает, и чтобы и мы были носителями Его славы. Но нам для этого, конечно, как уже сегодня говорили братья, необходимо довериться Ему, необходимо смириться под крепкую руку Божию. И я хотел бы сегодня говорить, сначала зачитаю текст, потом скажу. Это первое послание Якова, это просто послание Якова, первая глава, со второго по четвертой стихи. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершены во всей полноте, без всякого недостатка. И вот на основании этого текста я хотел бы сегодня сказать, что же нам необходимо, проходя свой жизненный путь, да. Что нам необходимо знать, проходя свой жизненный путь. Потому что вначале написано, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. И дальше идет, зная. Если человек впадает в искушения, и ничего про них не знает, не знает про себя, или еще про кого-нибудь, да, или про что-нибудь, ему сложно будет эти искушения преодолеть. Он просто в них и останется, да. Мы молимся, и не введи нас в искушения, но избавь от лукавого, да. То есть мы понимаем, что наш жизненный путь, он проходит через все эти искушения. Но апостол Иаков говорит о том, чтобы для того, чтобы проходить вот этот жизненный путь, необходимо кое-что знать. И когда не хватает знаний, друзья, тогда, ну, сложно. И давайте просто обратимся к тому, что сначала делают. Сначала человека допускают на рабочее место, а потом его учат. То есть сначала учат все-таки, да, а потом уже практика. И вот для христианина, или для любого человека, живущего на земле, вообще жизнь, это очень практичная штука, нельзя назвать, да. Ну, жизнь очень практичная, давайте так назовем, да. Сплошная практика. Поэтому того и гляди, какие-то действия, воздействия, противодействия. То есть вот оно реально. На нас воздействуют, мы на кого-то воздействуем. И вот она вся наша жизнь. И она, и наша жизнь-то, она складывается из чего? Из наших слов и поступков. Это наша ответная реакция. Мы принимаем информацию, ее обрабатываем, анализируем и выдаем какой-то результат. Будь то это слово, будь то какое-то дело. И Слово Божие говорит, что за всякое праздное слово человек даст отчет. Представляете, почему? Потому что это ответная реакция. Это мое, знаете, как сегодня принято говорить, это мое сугубо личное мнение, да. Вот за это мнение ты будешь осудимый. Если это мнение неправильное. Или за действие. Слово имеет что? Силу воздействовать. Или я кулаком воздействую, или я воздействую словом. Воздействие все равно идет. И это вменяется нам в дела. Поэтому наша жизнь, это наши слова и дела. Да? И вот Слово Божие говорит, что нам необходимо кое-что знать, проходя этот жизненный путь. И вот что же нам необходимо знать? Давайте из этого отрывка мы и посмотрим. Первое. Различные искушения. Мы должны это знать. Этот мир лежит во зле. И это зло, оно неоднозначно с рогами и копытами. Да? Это зло не обязательно убийство. Это зло может быть нерасположение, неприязнь, раздражение, гнев. Как вы думаете, это зло? Это тоже проявление зла. И поэтому искушения, они различные бывают. И некоторые люди думают о себе так, что, ну вот я вот, например, никого не убил за свою жизнь. Ну, вроде и как бы этим, так скажем, горжусь, да? Что я же никого не убил. Вот. Хотя у меня было в жизни там, кроме, ну, если не, там и то, и другое, третье, пятое, десятое. Слово Божие говорит, виновный хотя бы в одном, становится виновен во всем. Во всем. Пред Богом достаточно согрешить один раз, чтобы быть осужденным. Вот. То есть такая ответственность. Но я не об этом, я о том, что искушения различные. Чтобы мы не были, знаете, такими однобокими и думали, ну, искушения – это когда, там, водку пить, там, курить, материться, там, вот, колоться и убивать людей. И все на этом. Нет, они различные. Они различные, да? И вот ниже в этом же послании, например, «Дохвалится брат униженной высотой, а богатый унижением». Бедность, искушение. Конечно. Или нет? Или это состояние человека? Нормальное, да? Нормальное человеко – состояние человека, да? Живущего. Хорошо. Это искушение, а богатство? Одинаково. Одинаково, что то, что это. Вы знаете, мы с вами не были ни бедными, ни богатыми, да? В достаточной мере, чтобы переживать силу этих искушений. Просто мы в достаточной мере не были в той и другой ситуации. Да? Вот. Но в какой-то мере мы все равно это переживаем. Каждый, ну, так скажем, в свою меру. И вот смотрите, искушения, они, первое, что нам нужно знать, что они различные. Они могут быть различные. Потому что человек, впав в грех, и грех, он производит различные действия. И грех вошел в человека и развратил все сферы его деятельности. Он ни одну не оставил нетронутой. Он все сферы, во всех, что можно было поучаствовать, он поучаствовал. В семейных взаимоотношениях, да? Ну, или взаимоотношения с ближними, взаимоотношения с Богом, богатство, бедность там. И много-много-много еще можно загибать пальцев, да? Говоря о различных искушениях. И смотрите, Слово Божие говорит, 14 стих в этой же главе, ну, с 13-го. В искушении никто не говори, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные. Бог никого не искушает. Потому что, Слово Божие говорит, каждый, каждый из нас искушается, чем собственной похотью. То есть, в нас возникают греховные желания. Потому что дальше написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, нисходит свыше от Отца Света. Все, что доброе мы имеем, это свыше нисходит. А искушение возникает в нас. Первый, в ком возникло искушение, это... Сатана. В нем возникла беззаконная мысль. Да? Беззаконная. Я тоже хочу быть Богом. А почему бы нет? Почему бы не стать Богом? Сила есть? Есть. Да? Совершенств сколько угодно. И вот как только у него возникла эта беззаконная мысль, он свое предназначение потерял. Быть автономным без Бога, друзья, невозможно. Быть подобным Богу возможно только через Иисуса Христа. Автономно невозможно. И эта любая мысль будет беззаконной. В этом направлении. И поэтому... А где она возникает-то? Она во мне возникает. Она не возникает в другом человеке. Нет, в другом-то она, может, тоже возникает. Но если в нем возникает, он ответственный. А я-то личность. Я же за себя буду давать отчет. И вот все, что в нас возникает беззаконное, Слово Божие говорит, это искушение. И опасность в чем? Мы можем этим увлечься и быть обольщенными. И это может быть в любой сфере нашей жизни. В любой сфере. Женщине Бог определил место где? За мужем, да? Вот она заняла свое место за мужем. За мужем. И живет спокойно. Но возникает искушение. Или не возникает? Возникает. Но что он? Здесь не понимает. В этом не разбирается. Ну, отойди в сторонку. Да? И она уже перед мужем. Но ее никто на это место не ставил. И полномочий ей этих не давал. Искушение? Все. Бывает, что заносит? Бывает. Да? Братьев тоже заносит. Или нет? Братьев тоже заносит. И заносы тоже разные, друзья. И неправильное отношение к жене. Да? Как к рабыне там. Вот. И еще кому-то. Да? Нет. Сонаследница благодатной жизни. Такая же личность. Да? Мало того, что ты еще за нее дашь отчет. Потому что ты главный. Ты за нее будешь давать отчет. Как ей жилось с тобой. Да? И какое внимание там ты ей уделял. Поэтому, друзья, искушения бывают различные. И ввиду различности искушений, вот у нас есть Слово Божие. Оно все это прописывает. Для того, чтобы мы знали. Для того, чтобы мы знали. И в Библии описаны все случаи, что является грехом. Да? Некоторые говорят прямо, а некоторые говорят, и учитывая, ну, например, там не написано, что смотреть нехорошие сайты в интернете – это плохо. Буквально не написано? А? В Библии про интернет сказано что-нибудь. Но есть много косвенных текстов, которые говорят. Если бы тут все надо было написать, всю историю человечества. Друзья, кто прочитал историю государства российского? Есть герои? Вот такая книжка. Может, даже интересно. Столько много этих святополк, Ярослав, там еще какие-то всякие имена. Очень трудно даже произносимые. Друзья, сложно, да? Вот. Для... Бог написал. Его Слово, оно очень емкое. И там и про все написано. И в том числе и про это. Только надо найти. Поэтому первое, что должны мы знать, это искушения бывают различные. И это побуждает нас тому, чтобы мы наблюдали за собой. Не за другим. Чтобы мы наблюдали за собой. Чтобы не введи нас в искушение. Это значит, нужно свои желания и стремления проверять по Слову Божьему. Правильное во мне желание возникло. Потому что мы же вводимся чем? Желаниями и стремлениями. Это нас побуждает к определенным действиям. И поэтому любое наше желание и стремление мы должны проверять по Слову Божьему. Это первое, о чем мы должны знать, проходя нашу жизнь. Второе. Слово Божье говорит. Это испытание нашей веры. Третий стих говорит, что зная. Если, например, во втором стихе написано. Принимайте, когда впадаете в различные искушения. Что значит впадаете? Это значит, во мне возникло беззаконное желание или мысль. И оно начинает меня увлекать. 14 стих. Я начинаю искушаться, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. И это надо принимать. Друзья, потому что бывают желания и стремления возникают помимо нашего понимания. Или даже помимо нашего желания к нам приходят эти желания. Мы не хотели. Мы не натягиваем на себя зло или еще что-то. Мы не натягиваем. У нас нет такой цели. Мы живем все спокойненько, ходим на работу туда-сюда, в церковь, в семье. Но раз оно возникло. Оно возникло. И поэтому Слово Божие говорит, что необходимо бодрствовать. И вот второе, о чем мы должны, это испытание нашей веры. Когда вот это происходит, это начало испытания нашей веры. И если мы вспомним, что такое вера, вера – это слышание Слова Божьего. Насколько мы его правильно поняли и услышали. И вот насколько мы правильно поняли, увидели и услышали, друзья, вот настолько и покажет практика. И поэтому Бог все подвергает испытаниям. Ангелов подверг испытаниям. Подверг. Произошло распределение. Произошло. Человека подверг испытанию. Да? Тоже жизнь показала. Жизнь. То есть обстановка, то, что мироздание, оно показало, что человек без Бога в одиночку противостать греху или злу не может. И это показало. И жизнь показывает. И испытания, вот эти вот, то, что происходит с нами, случаи, какие-то скорби, они показывают, насколько мы правильно поняли Бога. И Слово Божие говорит, это испытание нашей веры. Но здесь же нужно еще понимать, что стоит за этим испытанием. И мы читаем. Слово Божие, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Отстекает беззаконная мысль, беззаконное желание. И оно побуждает нас к чему-то. И оно захватывает нас. Бывает, голова наполнена только этим. Ничем хорошим, как бы сказать, ничего нету. Только вот это стоит, как навязчивая идея. И оно начинает влечь нас, побуждать чему-то. И поэтому, если мы этого не делаем, то есть мы противостоим. Чем мы противостоим? Мы противостоим тем, что однажды мы прочитали в Библии, что этого делать нельзя, неполезно и так далее. Мы понимаем, что это не наше. Это не к жизни. И вот смотрите, и вот происходит это действие. И вот насколько я буду противостоять. Вот насколько тверда моя вера, настолько я буду противостоять. Насколько я правильно понял Бога. Насколько это стало моей жизнью и позицией. Вот это испытание показывает. Вот эти искушения, которые мы переживаем. Вот эта борьба, она и показывает. Это и есть испытание нашей веры. И это производит стойкость. Во-первых, стойкость противостояния по отношению к греху. А второе, это насколько мы стоим в вере. Насколько мы применяем Слово Божие и стоим в вере. И давайте мы вспомним, сколько было у нас искушений. И что мы с первого раза все их преодолевали. Смотрите, здесь написано. Испытание вашей веры производит стойкость. Но не написано, что она производит сразу совершенную стойкость. Вот оно показало. Я вот постоял 10 минут в вере, когда пришли мне эти обстоятельства. И меня больше не хватило. Ну, хотя бы на 10 минут хватило. Это уже какой-то результат. Других не хватало вообще на ноль минут. Вот, смотрите, дальше. Что будет дальше в жизни вот такого человека, который устоял 10 минут? Что будет дальше? Дальше будет... Придет опять это греховное желание? Ну, как не придет? Обязательно придет. Оно придет. И оно будет опять испытывать меня. А теперь на сколько? А теперь, например, на полчаса. Хорошо. После полчаса оно успокоится? Смотрите, Слово Божие говорит, противостойте твердой веры, и тогда все. Оно убежит, оно уже больше не прибежит. То есть, необходимо достигать чего? То есть, принимайте, братья и сестры, искушение с великой радостью, зная. Зная, зная, а кто нам покажет, насколько мы сильны в вере? Кто покажет? Мы сами даже порой не знаем, насколько мы сильны в вере, слабы в вере. Мы себя не знаем. А что показывают? Поэтому с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Конечно, радости там мало. Каждый это понимает. Ни о какой радости там неизреченной и преславной быть речи не может. Но Слово Божие говорит, с каким отношением мы должны принимать, и написано, зная. Вот если мы ничего не знаем, то мы вообще ничего не понимаем. Мы дезориентированы. Почему? У меня в голове одно, в сердце другое, а на деле третье. И кто я есть на самом деле, я даже не понимаю. Я кто? Кто в мозгах? Кто вот здесь вот? Или тот, кто делает вот эти дела? Я вообще кто? И это дезориентирует человека. Друзья. И Слово Божие говорит, что если бы я не знал, то я был бы несчастным человеком. Я постоянно в этой дезориентации находился бы. Но Библия нас предупреждает, что есть духовные желания, стремления, а есть плотские, греховные. Духовные жизни мир, а эти смерть. И для того, чтобы мы усвоили этот урок, нам нужна что? Не только теория, но и практика. И вот мы попадаем в это искушение. Не устояли. Скорбь и теснота всякому человеку, делающему злое. Сделал злое, получи скорбь и тесноту. Воспитание работает. Охота потом туда же. Неохота. И знаете, охоты нету, а все равно попадаешь. Почему? А потому что там мне совершенного терпения не показалось. Там не показалось совершенного терпения, поэтому пойдешь еще раз туда. Не устоял, еще раз пойдешь. Опять не устоял. Да хоть тысячу раз. Хоть тысячу раз. Но если есть прогресс в этом, то хорошо. Если прогресса нету, то это просто показывает меня, насколько я стойкий по отношению к греху и насколько я стою в вере. И поэтому, друзья, это тоже нужно знать, что Бог все равно будет испытывать нас. И Он будет испытывать на различные искушения. На бедность, на богатство. Там жену занять вместо мужа. Мужа там еще на какие-нибудь там детей по отношению к родителям, родителей по отношению к детям. Там, друзья, столько много всяких искушений. Вообще человек это очень сложный организм. Вы согласны? Вот смотрите, чем сложнее организм, чем сложнее организм, тем он более подвержен чему? Ну, поломке какой-то. Смотрите, одна малейшая там что-то ломается, и все не работает. И поэтому у нас столько поломок грех, так скажем, произвел в нашем, так скажем, естестве. Бог нас сотворил. Это вершина творения, да? И вот столько поломок грех произвел, и теперь надо каждую поломку что? Чтобы я увидел, чтобы она была обнаружена во мне. И вот Бог мне показывает, Он допускает до меня. И во мне проявляются вот такие вещи. И я начинаю что? Я начинаю видеть себя, что во мне действует, и в какой степени, в какой мере. Ну, а дальше, насколько я беру Слово Божие и применяю к своей жизни. И вот это называется стойкость. И вот она испытывается. Насколько я устойчивый, да, в вере. И поэтому, друзья, стоит с радостью принимать, зная, что это реальная картина нашего духовного состояния. Да это просто милость Божия. Слава Господу. И нужно научиться просто правильно принимать это. Осознавать свои ошибки. Осознавать или понимать, на что я способен. Да? Это нужно просто здравым в вере быть. Понимать это и благодарить Бога, что Он нам это показывает. И третье, третье, о чем нам нужно знать, что через это мы достигаем совершенства. И Слово Божие говорит здесь, в четвертом стихе, терпение же должно иметь совершенные действия, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Было поломано все. Вся полнота была поломана. И теперь Бог что сделает? Он восстанавливает все поломки и делает нас совершенными во всей полноте. И если бы не вот эти искушения, если бы не эти ситуации и обстоятельства, мы бы видели себя. Мы бы совершеннее становились. Мы бы совершеннее не становились. Друзья, и это наш с вами путь. Это наш с вами путь. И Бог на этом пути, Он приготовил и эти обстоятельства, и приготовил помощь. Приготовил вот эту благодать, о которой мы сегодня говорили. Но если мы идем верой, если мы идем верой, то есть, а мы доверили свою жизнь Богу, как Он поведет нас, мы не знаем. Нам бы хотелось, конечно, там краешком пройти плодородной землей, вот в эту обетованную землю, но никак не идти через пустыню. Потому что нам не хочется этого. У нас еще невозрожденное мышление, не так скажу, необновленное мышление. Потому что когда мы проходим вот это, вот тогда мы начинаем понимать, а вон оно что на самом деле. А до этого мы мыслим только по человеческим меркам. В меру своей испорченности. Вот мы принимаем какие-то, или мы видим в меру своей испорченности. Но когда мы проходим вот эти трудные обстоятельства, искушения, испытания, и после этого что доставляет? Мирный плод праведности. И мы теперь понимаем, что вот она праведность-то. Вот как надо поступать-то. Я даже не знал, что так надо. Я даже не знал, что для достижения праведности мне нужно пройти через это, через это, через это. Чтобы мне войти в небесное царство, мне нужно таким путем пройти. Но кто бы подумал, что вот эти различные искушения, что они производят во мне? И поэтому Писание говорит, Писание говорит с великой радостью. Принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что зная, что искушения различные, что испытание – это есть испытание веры, что испытание веры производит стойкость, а стойкость должна иметь какое действие? Совершенное. Потому что в нас этого совершенства нет. В нас его нет. А как оно появляется в нас, совершенство? Когда мы понимаем, что в нас его нет, мы что начинаем делать? Неверующие люди начинают ругаться, проклинать там и всякое разное, и матами. Верующий человек начинает молиться. Он начинает призывать, говорит, Господи, да у меня же этого нет. Господи, дай, дай. По-другому никак. Вот ты дашь – будет. Если ты не дашь – где я возьму? И он начинает молиться. И чем сильнее он начинает молиться, тем сильнее подходит искушение. Он еще сильнее начинает молиться искушение, еще сильнее. До каких пор это будет продолжаться? Пока не придет Бог и не даст эту победу. И когда он это сделает, он будет где? В нас. Потому что мы его призываем. Вселюсь в них и буду ходить в них. Это уже не мы ходим. Потому что мышление уже не то. Понимание не то. А это он свои мысли вкладывает нам сюда. Свои законы пишет здесь. И мы начинаем понимать, как сегодня Слава говорил, непонятного Бога. Мы начинаем понимать, когда мы проходим таким путем. Деяние апостолов уже к молитве. Детский хор можете пройти на служение. Деяние 14 глава, 22 стих. Давайте с 21. Проповедовав Евангелие всему городу и приобретя довольна учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Утверждая души учеников, увещевая, пребывать в вере и получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Слава Господу за многие скорби. Друзья, по-другому не войдем. Но по-другому не войдешь. И поэтому с великой радостью надо научиться принимать, зная, что это послужит нам во благо. Мы не умрем. Мы не умрем в этих скорбях. Они не на падение сделаны, как сегодня уже Браслава говорил. Они не на падение, не на наше разрушение, не на нашу деградацию, а на то, чтобы вот эта ветхая природа, она просто была ликвидирована. Мы уже научились думать по-божьему. Мы научились поступать по-божьему. И уже не мы живем, потому что мы должны, совершенно верно, распять плоть со страстями и похотями. Распять ее, не дать ей места. И вот это производит как раз вот эти обстоятельства. И там-то она и распинается. А чтобы уже жить для Бога. И мы об этом помолимся, поблагодарим Господа за этот путь, который Он нам даровал. И попросим Господи, помоги нам правильно относиться к этим скорбям, искушениям, испытаниям, зная, что все это содействует к нашему спасению. Аминь.